В далекий путь с благословения Владыки. Воздушное судно Наринмарского авиаотряда осветил глава Наринмарской и Мизенской епархии Владыка Яков. Священной водой окропили 11 вертолетов Ми-8 и 4 самолета Ан-2. Традиция освещения средств передвижения уходит вглубь веков. С давних пор пассажиры дальнего плавания, предводители караванов и обозов брали благословение духовных лиц. Сам транспорт освещался, дабы не подвел в пути. Сегодня эта традиция возрождается, считает глава Наринмарской и Мизенской епархии Владыка Яков. Сейчас, когда Пятый воздушный океан является, по сути дела, местом пребывания тысяч самолетов и вертолетов, каждый день он отправляющихся в путь, это особенно важно. Тем более мы знаем, насколько непредсказуем эти воздушные полеты. О сомнениях в безопасности авиапарка говорить не приходится. Ежегодно авиаотряд перевозит более 200 тысяч пассажиров. Это местные, вахтовые и транзитные перевозки. Ежедневно самолеты и вертолеты совершают не менее пяти пассажирских рейсов. Из дальних и ближних сел быстро и безопасно доставляют людей в столицу округа. Конечно, люди, конечно, кадры, конечно, уровень подготовки персонала – это тот кабель, на котором все держится. Бывают, конечно, случаи необъяснимые, бывают отказы техники и так далее. Но в основном, по статистике, многолетней статистике авиации, это все-таки человеческий фактор. После реконструкции здания аэровокзала владыку планируют пригласить снова.